Привет, друзья! Совсем недавно в интернете появились шпионские фотографии абсолютно новой Гранты. И да, теперь она называется Искра. Лада Искра. Ну, вроде бы неплохо. И первая модель из нового семейства Автоваза под названием, как вы поняли, Искра, появится уже в 2024-м. Она должна будет полностью заменить линейку Гранта. Все подробности, слитые фотографии и предварительные цены. Обо всём этом сегодня и поговорим. Итак, совсем недавно глава Автоваза Максим Соколов назвал имя новой народной машины. И называться она будет Лада Искра. До сих пор автомобиль был известен под именем Гранта второго поколения. По словам Соколова, Искра придёт на смену Гранты и полностью заменит её уже к 26-27 году. Именно под этим брендом Автоваз намерен создать целое семейство новых автомобилей в трёх вариациях. Седан, Универсал и Универсал Кросс. Ну, собственно, как и было с Калиной и Грантой и так далее. И закралось у меня мнение, что ничего вообще не изменят, а лишь снова поменяют название. Но не тут-то было. По данным ТАСС, стоимость проекта оценивается в 37 миллиардов рублей. При этом с конца 2024 года, когда появится новинка, обе машины будут выпускаться параллельно. Но давайте обо всём по порядку. Современная Гранта является настоящим народным автомобилем. Именно так сказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров, отвечая на предложение депутата Сергея Миронова выпустить машину для народа стоимостью в полмиллиона. Статистика действительно подтверждает такую оценку. Седан Гранта возглавил топ-25 самых продаваемых новых автомобилей в России за 2022. И согласно статистике Ассоциации Европейского Бизнеса, в период с января по декабрь прошлого года было продано 95 879 автомобилей. И это немало. По мнению Мантурова, Гранта уже сейчас обладает минимальным набором качеств, которые необходимы автомобилю в России. А снизить цену ещё без отказа от обязательных опций просто невозможно. При этом министр не стал делать акцент и внимания на том, что фактически Гранта существует уже не одно десятилетие. Если вникнуть, история машин началась в 90-е, а её платформа и вовсе повзаимствована из 80-х. Шасси, известное как Гамма, дебютировало в 1984 году вместе с ВАЗ-2108, первой серийной переднеприводной машины из Тольятти. Позже оно применялось на автомобилях семейства ВАЗ-2110 и Ладо Приора. Так как всё это было, думаю, вам интересно. В 90-е годы на Волжском автозаводе задумались о новом семействе автомобилей, и они должны были отвечать тогдашним требованиям и способны сохранить привлекательную цену. Финансировать проект взялся созданный для этого Всероссийский автомобильный альянс, который стал привлекать средства населения. Не все обещания, данные альянсом, были выполнены, но сам проект народного автомобиля никуда не пропал. И в начале 2000-х он воплотился в серийную Ладу Калина, построенную на всё том же шасси Гамма. А в 2012 году и седанок Калина, который упростили и удешевили, и появилась Лада Гранта, который выпускается до сих пор. И несмотря на многочисленные модернизации, в основе конструкции автомобиля по-прежнему лежат разработки 80-х годов прошлого века. Но ладно, всё-таки видео о новой Гранте. Второе поколение Лады Гранты, которая теперь получила новое имя Искра, начали создавать в годы, когда основным владельцем автоваза был альянс Рено-Ниссан. Машину, которая стала бы позиционироваться на ступеньку ниже Лады Веста, было решено делать на глобальной платформе CMF-B. Фактически от развития платформы B0, которую концерт Рено использовал для своей бюджетной модели Logan. Новый автомобиль Лада должен был появиться ещё в 2022, но весной прошлого года стало известно об уходе концерна Рено из России и переходе автоваза под контроль государства. И в последние месяцы во многих пабликах появились шпионские снимки нового седана. Судя по ним, у автомобиля будут классические пропорции и сохранится их стиль, который знаком по Ладе Веста. При этом даже в камуфляже заметно, что новая Лада Искра как минимум не является копией Dacia Logan. У машин не просто разные кузовные панели, но и иная оконная линия, а значит и различная структура кузова. Если внешность новой Лады Искры пока останется секретом из камуфляжа, то фотографии салона уже дают понятие о том, как будет выглядеть панель приборов. И если говорить кратко, то она сделана консервативной. Щиток приборов остался аналоговый, хотя у той же Лады Веста в топовых комплектациях уже сейчас приборы заменены цифровым дисплеем. Дисплей в новой Лады Искры тоже есть, но по центру панели приборов, и это явно мультимедийная система. Само расположение дисплея позволяет предположить, что это привилегия топ-версий. В базе на его место, скорее всего, будет заглушка под магнитолу, как это уже сделали на Лады Веста НДЖ. Существенного выбора силовых установок у Автоваза в настоящий момент нет. Предприятие выпускает двигатели двух семейств для переднеприводных и полноприводных автомобилей. При этом мотор для Нивы Легенд и Нивы Тревел ведет свою родословную еще от первых двигателей, которые разработали совместно с ФИАТ, и их ставили на первый ВАЗ-2101. Поэтому его в скором времени должен заменить силовые агрегаты, которые сейчас используются в переднеприводных машинах. Очевидно, что новая Искра получит двигатели, ведущие свою историю от моторов для ВАЗ-2108. Сейчас в производстве находятся два таких агрегата, либо 8-клапаны мощностью 90 лошадей, или 16-клапаны мощностью 106. Другими словами, ничего нового. Отметим, что на протяжении всей своей истории двигатели данного семейства много раз модернизировались и совершенствовались. И не исключено, что к запуску Искры приурочат очередное их обновление. Судя по шпионским фотографиям, в салоне можно видеть селектор автоматической трансмиссии. И да, он будет китайский. Сейчас Автоваз ведет работу по адаптации к своим двигателям вариатора китайского производства. И даже неполноценный автомат. И можно предположить, что этот агрегат, наряду с механикой, будет предлагаться и для новой модели. По словам президента Автоваза, запуск Искры позволит диверсифицировать продуктовую линейку, так как ее размеры чуть больше, чем Гранта, но меньше, чем Веста. Получается, что автомобиль будет где-то между Вестой и Грантой. Верхняя планка рекомендованных цен на последнюю с кузовом седан составляет 916 тысяч, а самая дешевая Веста стоит 1 миллион 239. Таким образом, рыночная ниша между двумя этими седанами в настоящий момент не занята. Поэтому добро пожаловать! Новый автомобиль примерно за 1 миллион рублей. Но нужен ли такой нам? Пишите ваше мнение в комментариях, конечно, и не забывайте ставить лайк и подписываться на канал. Впереди только самые актуальные новости. До скорых встреч!